Добрый вечер. В эфире не пропусти главное. Здравствуйте, дорогие телезрители. Туризм одна из самых высокодоходных отраслей мировой экономики. И у Якутии в этой сфере большие перспективы. Однако надо заметить, что в современной экономике туризм Якутии пока не играет существенной роли. Насколько наша республика конкурентно способна и что нужно сделать для того, чтобы отрасль была рост и развитие, об этом мы поговорим в прямом эфире с нашими гостями. Вы часто путешествуете по нашей республике? Да, часто. Летом выезжаем на речку, на Синюю, на МГУ обязательно, Ленские столбы. К сожалению, нет. Нет, не очень часто. Не очень часто. Я обычно во время отпуска только домой езжу. Редко. Раньше летал на 12-м, приходилось во всех портах бывать. А сейчас нет, сейчас летаем на запад. Часто путешествуем. У вас есть любимые места отдыха в нашей республике? Есть. Я, например, очень люблю отдыхать в Ленском районе. Каждый год почти езжу на Ленские столбы. Великолепный отдых. Есть на реке Лени в тундре. Очень тундра красивая, много цветов. Нам очень нравится отдыхать, допустим, в Нижнем Бестяхе на озере. Мы с друзьями туда часто выезжаем, отдыхаем. Там есть домик, хорошая природа, озеро чистое. Ну и, конечно, Ленские столбы. Ну, не так часто в связи с финансами получается выехать, но на Ленских столбах тоже хорошо. На пляж ходить с семьей, с детьми, с внуками. Деревная деревня. Горы в Эмиконе. А как вы думаете, чем можно привлекать туристов в наш регион? Ну, природа у нас, красивая природа. Побольше рекламы. Создание мистер структуры и условий проживания. Природа. Здесь же чудная природа. Побольше осведомленности людей, потому что люди, которые живут у нас в городе, они не знают о многих местах. Природой в основном. Река, чистота, экология. Хорошими дорогами. Тут проблема в том, что дорог нету, как такого развитой инфраструктуры, туризма. Нужно все это развивать. Малый транспорт, доступные дороги. Есть много красивых мест, но туда очень трудно добраться или очень дорого. Условия жизни для туристов будут слишком дикие. Это требует дополнительных расходов для строительства туристических баз. У нас инфраструктура не очень хорошо развита. И опять же, цены кусаются. Я думаю, что даже не все жители республики могут себе позволить. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон в студии 42-38-97. Уважаемые телезрители, вы тоже можете принять участие в нашем разговоре. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Вот только что мы послушали видеоопрос. Кстати, очень интересный. И видим заинтересованность якутян путешествовать по республике. Как вы можете прокомментировать? Ну, безусловно, мы все с вами якутяне. И как все жители нашей страны, да и все жители, наверное, мира. Мы все хотим чего-то познавать, узнавать, организовывать свой досуг, отдых. В том числе, не исключение мы, жители республики. И, скорее всего, наверное, менталитет наших жителей как раз и отличает любознательность во всем. И узнавание нового в том числе. И поэтому совершенно естественно звучат сегодня комментарии наших телезрителей, жителей города, что хочется отдыхать не только за пределами, а у себя в республике. И, наверное, надо с этим соглашаться, что очень много проблем, наряду с тем, что и потенциал республики очень разнообразен. Безусловно, сегодня как раз все то, о чем сегодня говорили наши телезрители, которых мы услышали, это и есть те проблемы или те сдерживающие факторы, которые так или иначе сегодня влияют на отсутствие массового туризма у нас в республике. Ну, наверное, еще не все были сказаны. Проблемы, они все-таки на поверхности, да, об этом мы поговорим сегодня и коллеги, которые сегодня здесь у нас участвуют. Но вместе с тем, надо говорить, что и государственная политика сегодня нацелена на преодоление как раз вот этих проблем и на развитие этой еще одной возможной бюджетнообразующей сферы в экономике, которая во многих регионах мира, да и в отдельных регионах, центральных регионах нашей страны сегодня уже дают определенные доходы, бюджеты этих регионов. Но давайте мы все-таки вспомним, что наша республика сырьевая. И основные доходные базы нашего бюджета республики, это все-таки добыча нашего сырья, природных ресурсов. И для того, чтобы сегодня вот эта сфера, наш потенциал, туристский потенциал, наш природный потенциал, этнический, культурный и прочие, то, что составляет сегодня интерес и потенциал для туризма, развивался, конечно же, во многом зависит от того, как все то другое развивается. То есть как создается инфраструктура, как строятся дороги, как обеспечивается электроэнергетика, как наконец развивается рынок, то есть возможности людей. И вот мы сегодня слышали, да, цены вкусаются. Все это вместе. И самое главное, конечно же, транспортная доступность. Мы знаем, что наряду с нашим хорошим потенциалом, мы находимся очень далеко от центральной части нашей родины, даже если говорить об этом. И приехать к нам или добраться к нам в лучшем случае быстро можно авиацией. А доступность эта авиационная, конечно же, она очень сложна. И по тарифам, которые сегодня у нас есть, и не только сегодня, это достаточно обоснованно. И вместе с тем и разнообразие наших пассажирских перевозок достаточно ограничены. Но вообще у нас перспективы есть, ну вот в принципе в глобальном будущем? Ну если бы не было перспектив, наверное, мы бы сегодня с вами здесь не были в этой студии, да? Вот здесь, кроме меня, министра, сидят коллеги, которые, энтузиасты, которые в течение не одного уже, многие из них даже десятка лет, занимаются как раз преодолением тех сложностей и развитием этой перспективной. Ну хорошо, тогда вот такой вопрос, какие положительные сдвиги, может быть, какие-то изменения произошли за последнее время, коллеги могут поделиться? Да, я, наверное, не буду сейчас рассказывать, как государственные служащие воздержусь, а пусть коллеги немножко расскажут, а я, наверное, по ходу буду тоже как-то там где-то там рассказывать. Давайте я расскажу. Да, пожалуйста. Я представляю Национальную ассоциацию рестораторов, отельеров и туризма, Ассоциация гостеприимства Республики Саха-Якутия, которая зарегистрировалась, то есть перерегистрировалась из Ассоциации рестораторов в Ассоциацию гостеприимства вот в декабре прошлого года. Сегодня буквально, почему эта ассоциация создалась, да? Для того, чтобы действительно повысить уровень гостеприимства Республики. А гостеприимство Республики – это наш туристический потенциал. У нас есть все, да? У нас есть много возможностей. У нас есть то, что нет в других регионах. А какие возможности? Что вы имеете в виду? Ну, давайте, туризм, да, он подразделяется еще на другие виды туризма. Один из основных туризмов – это гастрономический туризм, с которым мы уже начали работать в этом плане, проводя мероприятия как в Кос Якутии, да, которые сегодня мы уже планируем на международном уровне, да. Вот. И сегодня буквально у нас состоялось первое заседание ассоциации именно в качестве гостеприимства. Мы собрали всех, помимо предприятий общественного питания, мы собрали гостиничные, то есть гостиницы. Мы определили, две фирмы у нас туристические были, мы определили, кто у нас будет этими сферами заниматься. И основная проблема действительно, то, что говорят люди, это действительно так. У нас проблема в том, что у нас транспортная доступность, да, и очень дорогая. В прошлом году мы проводили промо-тур, привозили вот вместе с Ахасатал, с компанией, привозили при поддержке Министерства предпринимательства и города Якутска, привозили туристические компании, ведущие туроператоров из России и Китая, да. Мы показали, то есть по программе, показали программы, ну, показали возможность нашей республики, нашего города. И они были удивлены, да, у нас большой потенциал в этом плане, но есть проблема вот именно транспортная доступность, цены, да, тарифы, перелеты. Не готовы еще, то есть не готовы гостиницы, гостиничный фонд именно к массовому туризму, да, массовому приезду гостей сюда. Также мы видим проблему подготовки гидов, то есть нужно готовить гидов уже начиная с учебных заведений, да, готовить, как-то из-за туристических кластера, кластеры создавать, да. Вы знаете, вот есть мнение, да, что Якутии надо ориентироваться все-таки на дорогой продукт. Все вот, все то, о чем вы сейчас, Екатерина Ивановна, говорили, да, о том, что сдерживает развитие внутреннего везда туризма, это как раз вот наши высокие тарифы, труднодоступность и так далее, да. Ну, действительно, сейчас ведь в моде туризм экстремальный. И, наверное, вот тут надо ориентироваться как раз на состоятельных туристов, которым, может быть, солнечные пляжи теплых стран уже поднадоели. То есть отказаться от местной, да? И уже хочется какого-то экстрима, они готовы за это выкладывать деньги. Ну, тогда давайте признаем, что туризм у нас в республике, это, в общем, дорогое мероприятие. Да, конечно. Вот, допустим, мы... А он не может быть дешевым. Нет, давайте я все-таки чуть-чуть прокомментирую, чтобы коллеги перешли, да. Вот все то, о чем перечислила Татьяна, сегодня действительно имеет место быть с точки зрения проблем. Но мы говорим о том, а что есть-то, что, собственно говоря, нам сегодня предлагают в качестве туристского, дорогого продукта, дешевого, разного класса, массового или индивидуального. Как раз все то, что у нас сегодня есть, оно составляет сегодня турпотранса любого вида. Это, пожалуйста, вам едем, этнотуризм, да, это экстремальный туризм, это событийные туры, которые позволяют и массовые прибытия. Ну, допустим, наше ресурсное обеспечение алмазы, добыча алмазов. Мы все хорошо, уже, наверное, каждый житель республики знает, что у нас сегодня есть новый туристский продукт, бриллиантовая неделя, который базируется как раз на нашем эксклюзиве. Это, конечно, наши экстремально низкие температуры и наблюдения за холодом севера, путешествия на полюс холода. Вот все коллеги это как раз и продвигают, да. И, безусловно, вот с вами надо согласиться, что есть туры, и вот как раз здесь сидящие продают туры именно для, рассчитанные на людей экстремалов, не бедных, которые могут себе позволить наряду с традиционными туристскими посещениями и вот такой особенный эксклюзивный отдых. Но действительно наш туризм сегодня, он не массовый, и вряд ли он еще скоро будет массовым. Массовым он должен быть сейчас за счет нашего внутреннего потребителя. То есть нас, прежде всего, жителей даже не Дальнего Востока, даже не всей России, а нас, жителей республики. Вот на это-то и нацелена последние годы наша политика. То есть для того, чтобы сегодня продавать и бриллианты, и наш мороз, холод, эксклюзивные другие продукты, да тоже рыбалку, охоту, сплавы по нашим прекрасным рекам, это все требует сначала наращивания своих турвозможностей внутри республики. Так сказать, апробации, обкатывания их, да. Это маленькие турбазы, это базы отдыха, это туристические маршруты, которые надо пробировать у себя, и ментальность свою нарабатывать, что мы готовим индустрию гостеприимства. Вот все то, о чем говорила наша коллега, и кадры, и наша инфраструктура, и наши гостиницы, гостиницы есть, и они у нас, вот у коллеги гостиницы, они совсем даже неплохие, и они соответствуют. А можно я вот тоже поговорю? Но их мало, их мало для массового туризма, да? Для массового туризма очень мало. Смотрите, нельзя говорить, что мы должны ориентироваться только на богатых. Совершенно правильно. Естественно, любая турфирма хочет за один раз там месячную прибыль сделать. Это, допустим, Сатал Тор любит работать с рыбаками, москвичами, питерцами, да? То есть кто-то любит только на охоте специализироваться. Но это такой разовый, допустим, летом в июне, в июле, августе, там по две группы в месяц свозить, все, они довольны. Но не надо же, мы же все-таки живем в демократической стране, да? Несмотря на то, что там США говорит. Поэтому мы не должны обделять другие слои населения. Получается, есть три категории туристов. Первый – это бюджетники. Это все якутяне, они все бюджетники. Абсолютно согласны. То есть для нас потратить 3000 рублей в день – это большие деньги. Понимаете? То есть и мы, соответственно, тоже хотим на ленские столбы съездить в большой компании и потратить не больше 3000 рублей. То есть у нас доходы такие. Поэтому мы как бы считаемся бюджетник. Я сам бюджетник, хотя и у меня турфирма. Потом есть средний класс, да? У них там свои запросы. Средний класс может, допустим, остановиться в стерхе. Кстати, у вас хорошая гостиница. Причем она ориентирована на две категории – на бюджетников и на средний класс. Богатые у вас стараются не останавливаться, потому что они выбирают либо это гендархан, либо полярную звезду. Соответственно, три категории – богатые, средние и рядовые граждане, как мы любим себя назвать, простые смертные. А для простых смертных у вас в Якутии что-нибудь есть интересное? Вот билеты смотрят. На самом деле добраться до Якутска сейчас вообще дешевле, чем доехать до Ленских столбов. То есть один перелет стоит 14 тысяч, 12 тысяч. В определенный период времени, да? Нет, только туда. В определенный сезон. Нет, нет. Вы знаете, вот те, которые хотят сэкономить, они всегда заранее планируют. То есть вот сейчас нам пишут уже на август, они уже спрашивают, что у вас можно купить, куда поехать. Мы хотим сейчас билеты купить. Вы скажите, в какие числа приедем, а программу мы уже там обговорим. Потому что сейчас дешевые билеты. Можно купить за 14 тысяч. А, допустим, на Ленские столбы сезли всей семьей, это уже там, сколько там, 30 тысяч надо. А если вы хотите за один день сгонять на Ленские столбы, если вы один, то вам надо где-то 30 тысяч. Вот вы представляете туру в фирму. Я непосредственно общаюсь с туристами. Поэтому я просто знаю, какие есть туристы. Есть обычные. Они сюда приезжают буквально на два дня. Просто вы видите Якутск зимой, холодно походить. Я с ними общаюсь просто из-за того, что мне интересно с ними общаться. Приезжайте. Я не собираюсь на вас заработать, какие-то туры вам впихнуть. Я просто знаю, что вы приедете, потом другим расскажете. Тоже замечательно. Я прокомментирую, раз уж наша компания была затронута, да, голодом. Да, ваша реклама. Я свою вообще не рекламирую. Благодарю вас. Если вы хотите эксклюзивную рыбалку на озере Индигирь, то, пожалуйста, летите. Ну, как Бола сказала, мы любим рыбаков, но что делать? Рыбалка — одно из направлений деятельности, на которых мы специализируемся. Поэтому, собственно, существуют разные туристические компании. У каждого свой профиль. У кого-то охота, у кого-то рыбалка, кто-то больше любит бриллианты, поэтому у нас много. Это живая конкуренция. Бриллианты очень сложно продвигать на самом деле. Вот приезжала группа китайцев, неожиданно как-то появилась, позвонила, говорят, вот мы хотим к вам приехать. Я говорю, а что вы хотите сделать? Мы просто хотим арендовать машину. Сможете машину найти? Да, сможем. Потом машину предоставили. Говорят, ну, свозите нас в музей какой-нибудь. Свозили, а им музей вообще не интересно. То есть в музей Мамонта пришли, все разбежались, кто-то пошел в туалет искать, кто-то там бивни потрогал. Это уже определенный. А потом смотрим, оказывается, там большие такие бриллианты. Вот видите, и как раз на бриллианты. А потом они поехали искать бриллианты, самые крупные. Они смотрят. Это тоже один из видов туриста. Поэтому промышленный туризм. Оказывается, у нас большие бриллианты невозможно просто так купить. Потому что большие каратники отправляют сразу в Москву. Это надо заранее договариваться. Сколько это там конец. Это уже есть. Поэтому есть и продукты. Что касается работы. Касательно бриллиантов, это нюансы работы, организации туров. Все компании, которые полноценно занимаются туристом, состоящие в реестре туроператоров, с этим сталкиваются, имеют опыт работы, как привезти на бриллианты, за сколько нужно забронировать. Если говорить о бюджетных турах, то далеко не всегда. К счастью, сейчас ленские столбы у нас в 30 тысяч рублей выходят. А во сколько? Мы предлагаем гораздо более бюджетные туры. Это туры, как правило, одного дня, как в зимний, так и в летний период. А как часто вы в итоге возите? Много любого еще. Желающие? Желающие собираются, конечно, да. Но вопрос рекламы. Мы продвигаем, разумеется, да, то есть туры новые, все привыкли к шленске столбы, это у нас круиз. Это далеко не так. Вот вы говорите, что... Да, поэтому бюджетные возможности. Конечно, на семью все еще стремимся, да, к снижению цен. В принципе, для дизуальных туристов. Это уже... Например, а вилка какая? Сейчас, чтобы мне понимать. Вот я хочу... Это уже может быть раз в 5-6 меньше, да, чем я звучал. Волод, это может быть... От дохода все зависит, поймите. Вот сколько вы денег зарабатываете в день... От дохода в Волод вообще все зависит. Да. Ну, как мне говорят, и бюджетный отдых тоже, да, для кого-то. Какая вилка должна быть? Понятно. Вот сколько вы в день зарабатываете денег? Я бы здесь... Что уместно бы сказала, да? Вот это то, о чем говорит наша коллега, здесь их компания. Дело в том, что продукты разные предлагают сегодня туркомпании. Есть путешествия на теплоходе от Якутска и обратно 2-3 дня, да, там вот этот порядок цен. Есть совсем другие сейчас турпредложения тех же наших туроператоров с Ханглазского Улуса. То есть, благодаря развитию в целом туриндустрии сегодня есть возможность доехать, скажем, до Покровска или там до Бугунектата, пересесть на воду, то есть машиной доехать и ехать уже другим бюджетом. И одним днем, да, посетить Ленские столбы, провести все необходимые ритуальные процедуры, понаслаждаться красотой и вернуться в этот же день без ночи. Есть вокруг Ленских столбов, сегодня создаются у нас шесть, нет, четыре, сейчас и два там отдаления, еще туркомплекса, которые гостей, которые вот таким образом добираются от Ленских столбов, могут принимать у себя уже на рыбалку, на более длительный отдых, скажем там, на реке, такие формы. То есть, вы правы. Надо быстрее скроить. По карману, всем это очень, не по карману, скажем, в комфортных условиях. Почему еще такая стоимость? У нас мало теплоходов, у нас мало комфортабельных теплоходов. И сегодня я... Извините, пожалуйста, давайте я вас прерыву, мы сейчас уйдем на рекламу, а потом вернемся, продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим о путях развития внутреннего и везнового туризма. Екатерина Ивановна, вот вы... Да, я хотела завершить мысль, как раз, о которой мы говорили. То есть, сегодня все-таки рынок предлагает разные возможности. Вот как раз на разные кошельки, о которых говорил наш коллега, да. И сегодня наши туркомпании ориентируются на спрос и возможности наших. А государство, со своей стороны, конечно же, сегодня создает тот или иной инструмент, инфраструктуру именно на тех территориях, на тех приоритетах, где это сегодня постребовано и экономически выгодно, обоснованно. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хотела просто такую ремарку сделать, да. Мне кажется, что массовый туризм должен начинаться все-таки с открытости миру. То есть, принимающая сторона должна хотеть идти на контакт, с новыми людьми. Ну, то есть, с туристами, да. Я поясню мою мысль. Все дело в том, что в течение нескольких лет я пыталась отдохнуть с якутской деревней с моими детьми. Мы хотели пожить якутской семье, подоить корову, поработать на сенокосе. Так вот, это казалось совершенно невозможным. Даже за деньги. Нам не смогли помочь даже знакомые, которые имеют в деревню родственников. Нас никто так не захотел принять. Надо сказать, что в Таиланде, это вообще не проблема. Платить деньги и живить сколько угодно в любой семье. Мне кажется, что надо все-таки убеждать селян, сельских жителей в том, что туризм это хорошо. И что вот это вот деньги, это поступление в их семейные бюджеты. То есть, нужно учить открытости миру. Ну, к сожалению, пока мы в Викольской деревне так и не побывали. Увы. Спасибо. Спасибо. Кстати, очень интересный вопрос. И тема такая. Давайте по очереди. Давайте. Реконцентрируем. Ну, это, я думаю, что менталитет нашего населения, все-таки, вот мы работаем 20 лет в туризме и за это время, конечно, очень-то изменилось по отношению. Были времена, когда наших туристов вообще не принимали, даже в гостиницах. А сейчас уже все с радостью работаем. И как курс доллара повысился, из-за этого как бы наши цены стали намного дешевле. И авиаперелеты из Москвы до Якутска и обратно из Владивостока до сюда стали намного дешевле для иностранных граждан. Вот это вот как бы нас радует. И кроме этого, вот если так подумать, да, очень много у нас туристов, ну, много туристов бывает именно в событийных туризмах. во время. Вот у нас бриллиантовая неделя, полюс холода. И вот мы сейчас разрабатываем программу детский фестиваль, международный фестиваль, тоже бриллиантовые нотки. Вот в этот год у нас приезжают 200 иностранных детей. Спасибо большое компании Коти. Я хочу сказать, что нам дали большую скидку китайским детям, которые сюда приезжают с Хабаровска. И с Хабаровска очень большая делегация тоже приезжает. И как бы для них цены стали более приемлемы авиеперелетом. Вот если говорить о внутреннем туризме, вообще такое явление в Якутии распространено, телевизоритель звонил, говорит, я вот не могу попасть там в деревню. Вообще такие явления есть. Да, если вот вернуться к бандарту. Просто менталитет все-таки. Менталитет все-таки скажу сейчас. Пожалуйста. Менталитетом я некоторую статистику скажу. Давайте. Вот за последние три года, четыре года, у нас разработано 76, нашими туроператорами, туркомпанией, 76 маршрутов. Из них 11, которые работают на туризм, а все остальные сегодня это для внутреннего потребления. Они разного качества. Из них только 12 сегодня паспортизовано. Что такое паспортизация? Это значит соответствие международным стандартам. Все остальные, конечно, еще должны дорабатываться и нарабатываться. Но уже, заметьте, 76 из них 11 только, которые готовы к издуму, а все остальное это нашего внутреннего пока потребления. Это 15 территорий нашей республики, которые сегодня активно создают 23, если быть точно, по-моему, докластера, комплекса туристских, базируясь на своем туристском потенциале. Амга, Намский, Аймекон, Ленский, Мирненский, Нерингринский, конечно же, Хангалаский, в первую очередь, и так далее, и так далее. То есть география совершенно разная. Это для наших внутренних как раз маршрутов. И вот коллеги, которые сидят и слева, и справа, они как раз этими занимаются. Наряду с тем, что они привозят туристов на событийные туры, они сегодня активно занимаются как раз нашим внутренним развитиям насчет сельского туризма. Кстати, Намскому Луису очень хорошо принимают. Есть такие семьи, есть такие семьи. Вы уже работаете конкретно с этими семьями. Это единичные, конечно, но есть семьи, которые хорошо принимают. И в том Таоре, по-моему, это не только в Намском Луисе, можно со всеми Луисами так говорить. это же очень хорошая мысль. Но тут у нас транспортная схема у нас очень сложная. Где Намский Луис и Покровский Покровский. Ведь вообще политика в сфере туризма строится на том, чтобы приносил туризм доход и именно доход тем жителям, которые проживают на этой территории. Это же... Поэтому мысль-то была, чтобы как-то люди были вы говорили о гостеприимстве, чтобы люди были готовы, дружелюбны принять гостей. здесь, наверное, две проблемы. Во-первых, наше население по ментальности все-таки оно не коммерциализирует свое гостеприимство. Оно больше предлагает это радушно в качестве гостей и все. Это первое. И поэтому тут права нашей телезрительницы, что мы должны воспитывать культуру реализации своего гостеприимства в таком цивилизованном виде. С другой стороны, для того, чтобы это предлагать, мы тоже хотим, чтобы это было комфортно, правильно и качественно. Это тоже сдерживающий фактор. Поэтому в нашей программе, допустим, даже развитие предпринимательства, есть сегодня новое направление развития народных промыслов и, через запятую, сельского туризма и экологического туризма. Это зачем делается? Затем, чтобы помогать как раз селянам создавать инфраструктуру, обустраивать эти туристские, сельские предложения. Вы правы, что не везде можно добраться. И поэтому как раз там, где создается у нас сегодня наземное транспортное обеспечение, Данамского, Хангаласского, Лусамгинского, то есть наши дороги круглодичного пользования, Вилюй, Колыма, Лена, по этим дорогам у нас в первую очередь начинают появляться, зарождаться ростки вот этого сельского туризма. А вот население само у нас готово оказывать такие услуги? Ведь это же услуги. Население очень хочет. Хочет. Что они хотят? Что они хотят? Хочет это одно. А хотите это одно, а какие условия создавать? Нужно обучать нормальные условия. Колевы, вот послушаем. Можно я добавлю? Я вот как представитель именно турфирмы, которая занимается именно внутренним и экстремальным туризмом, наши туры в основном проходят именно в сельских местах, в горных местах, где мы непосредственно нанимаем население местное. Дело в том, что есть, конечно, люди, которые желают там поработать, но в то же время не все они знают, как это можно сделать. Он правильно сказал. Потому что одно дело хотеть, а другое дело уметь. Как это реализовать? Да. И вот надо именно как-то сделать так, чтобы именно вот таким людям помочь. Повышать квалификацию, учить их. Допустим, к нам обращаются очень много людей, спрашивают, как можно открыть свою фирму, как можно пройти курсы гидов, проводников и так далее. У нас сейчас несколько договоров с ребятами с северов, которые через нас уже учатся в новосибирских школе проводников у Говора. потому что это же действительно большая проблема. Тут я, наверное, одну реплику ставлю, на высоком уровне эту отрасль. Таких специалистов очень мало в республике. Вот это вот самая главная проблема в туризме. И чтобы вопрос не за... Оно было всегда и сейчас тоже очень остро стоит. Но в то же время... Над этим же и нужно работать. Хорошо. Вот я как раз хочу вставить реплику, что над этим не нужно, а над этим работаем. Каким образом? Вы, коллеги, хорошо знаете, что у нас в республике разработан комплекс мер. Он называется у нас Дорожная карта создания благоприятной индустрии гостеприимства. Она и поддержка наших туркомпаний, туроператоров, и развитие инфраструктуры, допустим, гостиничного. И одновременно, конечно, это подготовка кадров. Целая концепция есть. Что она включает? Создан ресурсный центр при университете. Этот ресурсный центр в течение уже трех лет... Вы, наверное, тоже там повышали квалификацию своим специалистам. Нет? Я имею в виду своим специалистам. Вот только за прошлый год они повысили квалификацию 166 предпринимателям и занятым в сфере индустрии гостеприимства. Наша бизнес-школа имеет специальные программы. Вот вы сказали, вам задают вопросы правильно. Чем больше мы стараемся делать предложения, тем больше возникает вопросов. Сегодня наша бизнес-школа тоже разработала специальные турпродукты и дистанционно обучает основам гостеприимства, основам предприимательской деятельности. Кроме того, у нас есть Покровский колледж, где мы уже четвертый год делаем заказ на гидов-проводников. Но другое дело, ну, качество, да? Потому что сами преподаватели тоже должны иметь соответствующую квалификацию, чтобы обучать. Это первое. Второе. Наши выпускники не всегда находят трудоустройство у наших туроператоров. Почему? Потому что, как правило, это сезонная работа. И они их берут временно. Так же? Правильно. Поэтому здесь мы разработали целую сейчас концепцию наставничества, и коллеги об этом знают, дабы стимулировать закрепление молодых специалистов у наших предпринимателей на постоянную работу. То есть делается в этом направлении немало. Но это же нужно не один год и даже не пятилетку для того, чтобы наши кадры сегодня переучились. и обучились. Ну вот вы говорите о концепции. Я знаю, что существовала государственная программа, которая работает, очевидно, для развития внутреннего и визного туризма в республике Сахада 2016 года. Вот согласно этой программе, там главная задача стояла это полностью создать, вот я прям цитирую, потому что я читала эту программу, полностью создать инфраструктуру и снять вопрос подготовки кадров, которые бы обслуживали вот эту отрасль. Ну получается сейчас 2016 год, ну амбициозно же очень было. Как это полностью надо было создать инфраструктуру? Нет, нет, вы немножечко не о том говорите. В программе этого никогда так не было, потому что программа развития внутреннего туризма подготовкой кадров не занимается. Это вы говорите о стратегии развития туризма, да, она до 30-го года. И там есть к этому периоду завершить работу по подготовке и приготовке кадров до 30-го года. Программа до 16-го года не была, она есть. Более того, мы продлили, как и все другие государственные программы сроки ее действия, теперь уже до 18-го года, включая 18-й. Задача этой программы, бюджет ее мал, я вам сразу скажу, но благодаря тому, что мы сегодня работаем, реализуем программу на условии государственного частного партнерства, то есть привлекаем средства муниципалитетов, привлекаем средства внебюджетные, самих предпринимателей, вот, например, Мария Константиновна, строит один из объектов инфраструктуры на кластере «Северная мозаика» на условии государственного частного партнерства. Так создаются туркластеры, туркомплексы у нас по территории республики, о которых я выше говорила. 10% муниципалитет вкладывает, 40% вкладывает государственный бюджет и 50% сам предприниматель. Таким образом, мы на свои 3, на рубль привлекаем 3-3,5 рубля инвестора, и программа аккумулирует такую синергетику для развития инфраструктуры гостеприимства. И вы абсолютно правы, что сегодня, ну вот эти два фактора, это инфраструктура и кадры, это, пожалуй, самые главные сдерживающие. Даже тарифы. Тарифы, они тоже могут иметь сезонный характер благоприятный. Если это событийные, скажем, туры или наши сезонные мероприятия, у нас есть возможности, а сейчас у нас еще реализуется государственная федеральная политика в этом плане. Сейчас, когда конкурентноспособность нашего рынка требует замещения, выезда жителей России за ее пределы, конечно же, мы сегодня, вся страна беспокойна и озадачена тем, каким образом удешевить стоимость отдыха жителей России у себя. Поэтому конкурентно завещающие, скажем, и предложения по перевозкам пассажиров и туристов в нашей территории, территории, где санатории и курорты созданы буквально в неделю этого года. В Сочи обсуждался вопрос на уровне представителей правительства. Сейчас уже эта программа начинает работать. Мы, кстати, тоже, вот наши коллеги, которые подготовили свои турпакеты, будут в этом участвовать. Петрина, извините, что перебиваю. Давайте послушаем телезрителя, а потом вернемся. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к Марии Константиновне. Она ранее говорила по поводу фестиваля бриллиантовые нутки. Хотелось бы узнать, когда будет фестиваль и с какого числа можно подать заявку. Это уже любимый фестиваль. Но у нас уже четвертый фестиваль, который мы проводим, уже международный детский фестиваль. К ним участвуют дети со всей нашей республики. В прошлом году участвовало около 5000 детей. Думаем, в этом году тоже приедут очень много детей. И кроме этого, в этом году к нам приезжают 200 иностранных детей. Это нас очень радует. Они конкретно подтвердили, что они приезжают. Они все выкупили билеты. Когда это будет? Это будет 26 и 27 марта. И будет проходить в 6-7 площадках нашего города. Будут очень большие концерты. Будет большой праздник для детей. И приглашаем всех наших жителей. И дали возможность детей участвовать в этом нашем большом празднике в международном фестивале «Бриллиантовые нотки». И тем, что доллар вырос, поэтому, наверное, стоимость авиеперелета все-таки ставили иностранных туристов меньше. Поэтому в этом году намного у нас больше заявилось. В прошлом году всего было 7 человек. Позапрошлом году было тоже вот так вот. Куда обращаться, можно сказать? Куда обращаться? Обращаться к нам на Паярково-18, кабинет 209. Приходите, будем рады. А вообще, если говорить от теории переходить к практике, мы говорили, что у нас есть несколько направлений, там есть несколько предложений. А если вот говорить практически, какие есть предложения на сегодняшний день для внутреннего туризма, для охоты, рыбалки, если можно, с приблизительными ценами, которые человек может... Может быть, наиболее популярные. Может, наиболее популярные. Потому что их на самом деле много, и Виталий Иванович уже озвучивает. Я скажу, у нас вот, допустим, в нашей компании около 20 рабочих маршрутов. Самый популярный? Самый популярный, ну вот Амгаз. Амгаз. Сколько примерно? От 30. От 30 до 35 тысяч. Популярный маршрут? Это двухнедельный маршрут, он включает полностью все. То есть вы приходите, грубо говоря, с пакетом своей одежды, а мы вам выдаем рюкзак, куда вы можете все это положить, кружку, ложку, все это, спальники, коврики, еда, катамараны. Все. Вот так. Синее. То же самое. Две недели 35 тысяч. Ну что, не говорите, все-таки охота и рыбалка у нас... Ну, охота и рыбалка изначально... Это изначально на первое место, конечно. как бы, да, можно сказать. Даже вот с советских времен они котировались. И они ниже там... И так далее были, вот, допустим, ниже трех с половиной тысяч. Но у нас еще и республика очень богата, особо охраняемых территорий много, заповедников. И как раз вот это вот могли бы быть новые маршруты. Они уже есть. Есть. А вы знаете, что в последнее время Министерство предпринимательства делаю реверанс в ваш адрес, начало хорошо отрабатывать, несмотря на эти сложные схемы карты, дорожных карт, да, или как вы там называете, несмотря на эти официальные фразы и слова, на самом деле вы как-то даже, может быть, сами не замечаете, но вы делаете очень большую работу по рекламе самой Якутии. Совершенно верно. То есть, опять слово брендирование, это нет, надо такое слово, что узнаваемость Якутии, просто люди много слышат о Якутии, они начинают уже так, на Байкале побывали, на Камчатке побывали, на Алтае побывали, о, в последнее время очень много Якутии говорят. Давайте посмотрим. И начинают они в интернете искать. Давайте, извините, давайте дадим телезрителям еще задать вопрос, до рекламы, чтобы мы успели на него ответить. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к министру туризма. Как, что делается в направлении того, что, ну, для отдыха местного населения, допустим, на выходные, в субботу, в воскресенье, допустим, у нас профилактории только для перестарелых санаторий или для студентов, а для обычных граждан ничего такого нет. У нас даже пляжи вовремя не открываются летом. Парк культуры имеется, но он как бы не очень хороший, мне кажется. Вообще, организация отдыха, право граждан, местного населения на отдых у нас ущемляется. Вынуждены выезжать за пределы России, на юга. Ну, это тем, кто по задачи, все равно туда ездит. А тем, кто обычным людям, им надо отдохнуть, чтобы хорошо работать, ну, выезжать на уикенды. Спасибо, мы вас поняли. Спасибо. Хороший вопрос. Я на него уже немножко, по-моему, отвечала. Повторюсь еще раз, да. Действительно, прежде всего, вся наша политика заточена на то, чтобы развивать возможности для отдыха нас, жителей республики. И неважно, какие там побогаче, победнее нас, жителей республики, которые сегодня хотят любить, узнавать и отдыхать у себя дома. Что делается? Вот те самые 76 маршрутов, о которых мы говорили, из них добрая половина сегодня создана и создается и развивается благодаря государственной политике, благодаря поддержке. Значит, мы с муниципалитетами выявляем свой турпотенциал, их потенциал, что возможно создавать, где есть река, где есть горы, где есть дороги, где есть у нас те же самые пески для того, чтобы организации пляжного отдыха. И находятся вот такие энтузиасты, которые сидят слева и справа от меня, то есть индивидуальные предприниматели. В данном случае это не всегда туроператоры, это могут быть просто индивидуальные предприниматели. И начинают создавать свои туристские комплексы. Таких комплексов, я уже повторяюсь снова, у нас сегодня создано 37 туристских баз по территории республики. Сунтарский УЛУС, пожалуйста, тещин язык, Намский, Графский берег, господин Ирмолаев там прекрасно отдых организовал, Амгинский УЛУС, вот коллега рассказывал, там у нас местные предприниматели, целых три человека, которые создали уже туристские маршруты, базы отдыха. Хангаласский УЛУС, очень насыщен сегодня у нас такими предложениями. Да, сегодня, наверное, и все наши отдаленные северные территории сегодня уже стараются у себя на территории тоже создавать такие туристские маленькие турбазы. И что мы делаем, мы их поддерживаем. У нас в нашей программе внутреннего везда и туризма... Да, извините, мы сейчас опять прервемся. Есть мероприятие на эти цели. Потом продолжим. Реклама на НВК САХА. Вы смотрите программу «Не пропусти главное», и мы обсуждаем проблемы и развитие туризма в республике. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю организовать на площади Ленина поставить киоск для продажи билетов на местные туристические маршруты. Как делают в других городах, например. Почему рядовой житель должен искать по всему городу вот эти туристические фирмы, я не понимаю. Хороший вопрос, да, пожалуйста. И хорошее предложение, на самом деле. Если позволите, я очень коротко, да? Мне на каждый вопрос есть ответ. Вот коллега, которая здесь сидит, она работала в национальной туркомпании. Это наша туркомпания, национальная туркомпания, как раз занимается продвижением, то, о чем вы говорили, нашего туристского продукта, продажей наших туристских предложений. В ТРК Туймада стоял долгое время там киоск специальный, который продавал билеты, вернее, туры для жителей республики. К сожалению, не смог выдержать нагрузки, то есть бюджетные нагрузки. Но сейчас мы создаем уже принято решение туристский информационный центр. Этот центр будет заниматься исключительно продвижением наших турпродуктов на рынке, то, чем мы сегодня занимаемся, это будет отдельно поддержанием сайта. Теперь есть и российский портал, на котором мы двигаемся, и туристские продукты, и одновременно реализацией, конечно, наших туристских маршрутов и путевок. Задачей этого ТИЦа как раз является иметь филиалы. Он будет иметь филиалы по республике, в районных центрах и промышленных территориях, и обязательно на центральных площадях. Мы с Иссеном Сергеевичем обсуждали вопрос размещения такого ТИЦа, филиала, например, в кинотеатре Центральной. Сейчас мы рассматриваем летний период использования возможностей нашей башни на территории старого города. То есть абсолютно правильный вопрос. Сегодня мало того, что мы что-то делаем, главное это делать доступным для наших ушей и возможностей. Абсолютно, что в этом плане работа ведется, потому что надо признать, что до сих пор такая рекламная имиджевая компания, она была поставлена не очень хорошо. Она у нас была ориентирована скорее на выезд, на тех, чтобы приезжали к нам. Да, да. Тем, чтобы приезжали. Мы много говорим о том, что у нас транспортная недоступность и очень влияет на турбизнес. У нас представитель компании Якутия. Вот что наша родная авиакомпания Якутия предлагает, может быть, для турбизнеса? Для турбизнеса ничего не предлагает. На самом деле очень дорого. По Якутии это. Как отметили коллеги, туризм у нас дело коллективное. Ну да. В данном случае авиакомпания, естественно, занимает свою нишу именно обеспечивать транспортную доступность авиатранспортом. Это и центральные регионы, и полеты по республике. Что-то решается своими какими-то силами, но в основном, безусловно, авиакомпания старается участвовать во всех программах субсидирования федеральных перевозок, где только возможно. Ну уже традиционно, как бы все знают, это полеты в летний период в центральную часть России. Также третий год уже действует постановление по региональным перевозкам, в том числе задействованные по Дальнему Востоку. Многие заметили его удобство. То есть, допустим, и сейчас делают, скажем так, замечание, почему подорожали билеты на Благовещенск. Они, к сожалению, не подорожали, просто маршрут был снят с субсидированием. Но здесь хотелось бы что отметить, что Росавиация, как уполномоченный орган государственной власти, занимается развитием данного постановления. Не далее, как 28 января проходило совещание в Москве с участием большого количества туристических организаций и в том числе регионов, где обсуждался именно вопрос о формировании перечня маршрутов в рамках этого постановления с целью развития именно внутреннего туризма. Свои предложения высказывали как и мы, так и представители туристического бизнеса. Поэтому мы рассчитываем, что количество таких маршрутов увеличится и возможность транспортной доступности повысится. Это как раз в развитии того решения, которое было в Сочи принято председателем правительства, о чем я говорила. Но самое главное условие, одно дело значит субсидирование этих перевозчиков, а другое дело предложение самого турпакета. Турпакета импортозамещающего. И поэтому вот нашим коллегам, которые здесь сидят, и те, которые здесь не занимаются туризмом, предстоит эти предложения предъявить. Мы должны будем заявить их в Российский союз туроператоров. Специально для этого в декабре мы привозили представителя, проводили обучение наших коллег, то есть требования к этим маршрутам, чтобы они были конкурентно способны. И те, которые сегодня у нас готовы, они вот уже разработали, нам представили, нам предстоит пройти эту экспертизу, отбор, и только тогда вот эти дополнительные субсидированные возможности появятся и для туристов, я подчеркиваю, не для пассажиров, а именно для туристов, и в нашем направлении. Ну да, определить самые популярные места. И ваши как бы средства, и другие средства как-то субсидировать, чтобы обычные якутяне могли, допустим, слетать в Тикси, в Батагай, чтобы потом посмотреть в Верхоянские киселяхи, либо в Чакурдах. Там, кстати, большой город, там каменный город, прямо в тундре. А туда сложно добраться, потому что билет стоит 25 тысяч туда-обратно. А если доказать, что это популярный маршрут, и все якутяне туда хотят летать, я думаю, правительство когда-то решит и начнет субсидировать именно вот эти рейсы. Я хочу добавить, что внутри города тоже нужно проводить буквально каждый месяц какие-то мероприятия. И вот этот фестиваль детский, он очень хороший, потому что, когда приезжает много народу, это сразу сказывается на заполняемости гостиничных номеров, и мы это резко прямо чувствуем. То есть каждый месяц по одному большому мероприятию. Да, по одному большому предприятию или деловой конференции нужно привлекать, чтобы в наш город побольше деловых конференций или детских мероприятий. Мэрия хорошо работает. То есть фестиваль зимы заполняет. Дети Азии. Дети Азии это наоборот проблема для обычных туристов, потому что невозможно попасть. Нет, но есть же другое время для обычных туристов. Да, да. У нас заполнены только три даты в календаре. Это вот четыре. А почему вот новогодние праздники у нас ничего не происходит? А что должно происходить? Ну, а потому что люди хотят сюда приехать и отпраздновать Новый год. А почему не произошло? А почему мне предлагаете, не разрабатываете? А почему мне можно звонить в рестораны и гостиницы спрашивать. А вы в новогодние будете праздники работать? Тут группа хочет приехать, Новый год, в Якутске отпраздновать. А зачем обзванивать? А зачем обзванивать? Вам же надо, наверное, всем собраться, вы же в одной отрасли работаете, и обсудить просто этот вопрос. Действительно, там 11 дней отдыхают, это очень парше время. Если, допустим, министр скажет, а давайте в Новый год будем работать, а не отдыхать, и потом сразу все забегают и начнут. Ну вообще-то у нас инфраструктура работает. Может быть не первое, второе, но все последующие дни, конечно, наши рестораны, гостиницы, все работают, безусловно. Мы работаем просто, у нас нет туристического продукта пока еще, да? Туристический продукт в новогодние праздники, там мороз. Мороз, мы должны его продавать. Его права будут и придаем. А он уже продается, а гостиница не работает. Давайте послушаем, уважаемые коллеги. Вот смотрите, из другой уголка России захотят сюда к нам приехать. Они куда пойдут? Они будут узнавать, на каком основании, ну как договор будут заключать. И зарегистрированы ли этот тороператор, и будут ли мои права защищены в случае чего, ну непредвиденных ситуаций. Ну это да, но россияне, они все дикари. У нас тороператоров всего три в республике Саха и Якутии. И соответственно, если посмотреть, не этот реестр. У нас не три, вы зря говорите. У нас три. У вас сегодня зарегистрировано в российском реестре 14. Буквально, да, 14. Было значительно больше. За последние годы очень много с рынка ушло. Именно те, которые работали на выезд, вот как раз Сардана, наверное, подтвердит и немножечко расскажет, чем она теперь занимается. Потому что все, что не делается, может, оно делается к лучшему, времена меняются. И моя компания, она в основном занималась только выездом. Я говорю в основном, потому что иногда мы принимаем тоже туристов, да. И специфика туристов разная. Допустим, из Китая нужно одно, из Кореи другая. Японские туристы, менталитет совершенно другой. Вот вы говорите, экстремальный туризм, там событийный и так далее. Это вот именно для такого вот потребителя, да. Но потребительские услуги, они растут. Ага, растут, значит, и у нас они тоже должны подниматься. Потребительские, да. Они, как говорится, вот вы говорите, там бюджетные, средние, там высокий уровень и так далее. Так же и у них. Они, допустим, хотят хорошие условия. Китайские туристы, я имею в виду. И японские, и корейские. Нет, ну, японским редко. Вот японские больше сейчас интересуют это. И внутренние туристы тоже хотят хорошие условия, честно говоря. Им урбанизация уже надоела. Вот это вот современные мегаполисы и так далее. Я сейчас сама на прошлой неделе была в Токио, да. И знаю, что такое вот встречалось я там с партнерами. Их действительно интересует вот экстремальный, не то что экстремальный, а вот чисто вот природа, да. Повезти их в Ангаланский УЛУС, в Намский УЛУС. Они просят размещения в семье. Поэтому я и говорю, может, нам составить собраться там, да. Ну, если бы нам надо просто сказать, что для них это дополнительный заработок. Если группа приедет и за одну ночь каждый заплатит по 1000 рублей, то получается, если приедут хотя бы 4 ночи, приедут, это 5 человек, 4 умножаем на 5, это 20 тысяч рублей. Как хорошо, что мы с вами это рассказываем населению. Они сейчас сидят и включаются, наши коллеги. Мы на этом заканчиваем. Спасибо вам большое, что состоялся такой заинтересованный живой разговор. Мы вас очень благодарим за это. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.